Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Руководимая Элоном Маском, Элон Маск, компания Спасекас готовится в ближайшем будущем запустить прототип ракеты-носителя Starship SN10 в следующий испытательный полет на высоту более 10 километров со своей площадки в Южном Техасе. Подготовке уже ничего не мешает. Спасекас и Федеральное управление гражданской авиации США, ФАИ, только что завершили расследование предыдущего запуска, который закончился 2 февраля взрывом SN9 во время посадки. Кадр с маневром SN9 прямо перед неудачной посадкой. Спасекас, сегодня ФАИ закрыла расследование происшествия 2 февраля с прототипом Спасекас Старшипа SN9, открыв путь для испытательного полета SN10, который сейчас ожидает утверждения обновленной лицензии, сообщил представитель ФАИ в заявлении по электронной почте. ФАИ обеспечила надзор за расследованием инцидента с SN9, проведенным Спасекас. Корабль SN9 вышел из строя в допустимых рамках безопасности ФАИ. Его неудачная посадка и взрыв не представляли опасности для населения или собственности. Весь мусор находился в пределах обозначенной опасной зоны. ФАИ утвердила окончательный отчет о происшествии, включая вероятные причины и корректирующие меры. Старшип SN8 во время испытаний Спасекас, кстати, мы уже писали, что Спасекас на основании испытаний SN8 и SN9 внесла улучшения в Старшип SN10, благодаря чему шанс с успешной посадки удвоился, согласно оценке Маска. Теперь он составляет порядка 60%. Во время запуска SN8 руководитель компании говорил, что шансы на успех – один к трем. Старшип SN8 во время испытаний Спасекас Спасекас разрабатывает Старшип, чтобы доставлять людей и грузы на Луну, Марс и в другие отдаленные места космоса. Окончательная версия получит шесть двигателей Раптор, против трех утекущих прототипов, для выхода в космос. Высота многоразового корабля составляет 50 метров, а на орбиту он должен выводиться с помощью гигантской 70-метровой ракеты Super Heavy, которая получит порядка 30 двигателей Раптор. Сейчас уже готовятся следующие прототипы Старшип, причем SN11 должен включать более серьезные изменения по сравнению с SN8, SN9 и SN10. Старшип SN8 во время испытаний Спасекас испытательные полеты требуют одобрения FAA. В январе Спасекас нарушила лицензию FAA на запуск, что повлекло расследование и заставило компанию задержать испытания SN9 и принять ряд мер безопасности, требуемых управлением гражданской авиации. Илон Маск, разочарованный действиями FAA, даже дал комментарий в Твиттер, в отличие от своего авиационного подразделения, которое работает нормально, космическое подразделение FAA имеет принципиальные проблемы в структуре регулирования. Их правила рассчитаны на несколько запусков одноразовых ракет в год с нескольких государственных объектов. Придерживаясь таких процедур, человечество никогда не доберется до Марса.